В прямом эфире ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот наши темы. Это победа! Лучшие команды в мире! В револисты «Зенит Казань» выиграли в чемпионате мира среди клубов, как чемпиона встречали на родине, расскажет Рамиль Шайдулю. Навстречу выборам! Главная задача, которая перед нами стоит, чтобы каждый избиратель республики знал о выборах. С чего началась и как будет развиваться президентская избирательная кампания, изучил Дмитрий Иринин. Красный свет для теневых перевозок и самые жесткие наказания для пьяных за рулем. Такой же убийца, он может убить столько людей. Безопасность на дороге обсуждали сегодня на совместном заседании Кабмина МВД. Подробности в репортаже Анны Городновой. Перспективу на 50 лет. Запуск РС выполнен. С открытия Богородской газораспределительной станции. Слова Тухмадулян. Символ республики будет жить в республике. Снежный барс, каждый живет в горных условиях, на скалах. Там и леса практически нет. О том, приживутся ли снежные барсы в Татарстане, мнение Николая Дроздова узнал Сергей Хайдаров. Теперь они выиграли все. Казанский «Зенит» стал абсолютным чемпионом мира. Таким образом, они стали обладателем всех пяти трофеев, которые существуют в волейбольных турнирах. А в финальном матче клубного чемпионата мира казанцы разгромили итальянскую Лубыча Витанова Рамиль Шайдулин о громком аккорде спортивного года. Вот они, чемпионы, и вот он кубок за блестящую игру. Знаковый матч прошел накануне. На глазах миллионов теле- и интернет-зрителей казанцы в сухую обыграли итальянцев. Первое поздравление с громкой победой от министра спорта. «Зенит» Казань – лучший клуб в мире. Дальше уже овации от президента. «Лучшие команды в мире! Аплодисменты!» Победа «Зенита» – самая престижная за их историю. Не менее важен кубок и для всего отечественного волейбола. Чемпионом мира клуб из России становится только во второй раз. Хотя не случайно в этом сезоне у «Зенита» ни одного крупного поражения. «В этом году «Зенит» выиграл все. Можно сказать, что в этом году «Зенит» – сильнейшая команда. Как будет оно дальше – неизвестно. Потому что волейбол растет, развивается и все больше новых сильных команд появляется. Впрочем, и в «Зените» славы «Зенит» не успевает почивать на лаврах. На родном казанцем поле начинаются тренировки. Центр волейбола уже готовится к игре новых мировых звезд. В музее клуба «Зенитовцы» уже освобождают место для своего главного трофея. Но появится он здесь не раньше, чем в четверг. Когда «Зенит» Казань примет дома команду из Берлина. Волейболисты с кубком выйдут уже к сетке. До этого события три дня. Рамиль Шайдулин, Ренат Сафиен, ТНВ, Казань. WorldSkills вышел на новую орбиту – космическую. Рустам Мениханов передал флаг движения экипажу корабля «Союз». Накануне российские космонавты стартовали с космодрома Байконур. Они доставят знамя движения рабочих специальностей на борт МКС. Как провожали флаг – об этом далее. 10.21. Байконур. Вылет «Союза МС-07». На борту – хоккейная атрибутика из Татарстана и символ рабочих профессий всего мира. Через мгновение знамя WorldSkills окажется в открытом космосе. Мы должны поднять статус рабочих специальностей, чтобы они были уважаемые. Они были такие же уважаемые, как наши чемпионы мира или Олимпийских игр. Это же по большому счету то же самое. Первый запуск Байконура прошел 60 лет назад. Предметы той эпохи представлены в музее космодрома – двигатели и обшивки ракет. Сохранился весь космический антураж, вплоть до еды космонавтов. За этим столом позавтракали космическим питанием. Валентина Владимировна Терешкова все очень удивляется. Она говорит, как вы сохранили эти скатерти. Имена Гагарина и Терешковой в летописи космодрома. Свою запись в книге почетной гостей оставил и президент Татарстана. Через полтора года республика примет первенство WorldSkills под флаг, что к открытию спустят прямо с борта МКС. Радик Фархулин, Рамиш Айдулин, ТНВ Байконур. В начале было слово – выборы. Сегодня официально стартовала президентская избирательная кампания 2018. Города и районы Татарстана окрасились символику предстоящего воли изъявления. Знают ли жители республики о выборах президента и как будет проходить избирательный марафон, выяснил Дмитрий Аринин. Именно с публикации этого постановления Совета Федерации о назначении президентских выборов официально стартовала избирательная кампания. И начался отчет всех действий и процедур. Первым делом была запущена информационная кампания. В городах и районах на различных рекламных конструкциях появились баннеры о выборах. О том, что 18 марта 2018 года россияне будут избирать президента, оповещает и видео в фасад стадиона Казань-Арена. О предстоящем голосовании начали сигнализировать на радио, телевидении и в интернете. Как говорят в Центр избиркоме Татарстана, всего задействовано более тысячи приспособлений массового оповещения. Главная задача, которая перед нами стоит, чтобы по 17 марта 2018 года каждый избиратель республики знал о выборах, знал, где он может проголосовать. Встречные нами казанцы уже в курсе предстоящих выборов. Да, слышала. Слышала, да, слышала. Данную информацию знала по телевизору. Смотрели новости. Везде же рекламных счетах, по радио, по интернету. По мере приближения ко дню голосования информация о выборах будет дополняться и детализироваться. Активизируются и сами кандидаты. С этого дня они могут официально выдвигаться. У тех, кто упадет от партии, на это будет 25 дней, а у самовыдвиженцев 20. Дмитрий Иринин, Игорь Романов, Александр Лобанов, ТНВ. Выбора не оставят. Красный свет для теневых перевозок и самые жесткие наказания для пьяных за рулем. Безопасность на дорогах будет усилена. Об этом сегодня говорили на совместном заседании Кабмина и МВД. В этом году республика на дорогах потеряла 393 человека. Это сравнимо с населением одного села. А наградного о том, каким министрам придется повысить уровень ответственности. Полтора миллиарда рублей. Таков годовой оборот рынка нелегальных пассажирских перевозок. Только отсюда, с площади Тукаев, в день уходят десятки рейсов в разных направлениях. Стоят такие стихийные автостоянки на ЖД-вокзале, у торговых центров и известных площадях. Но лидирует город Набережная Челны. Там обнаружено 13 стихийных автостоянок. Поток пассажиров такого рынка без малого 6 миллионов человек в год. Людям удобно. Автобусы ездят с трехчасовым интервалом и забирают из любой точки города. Сейчас диспетчер позвонит туда и поедет. Говорят, что они не проходят сертификацию, техосмотр. Это, наверное, опасно. Я бы своей жизни не доверила, если честно. Безопасность таких маршрутов вызывает вопросы. Установление личности пассажиров при посадке в такие автобусы не осуществляется. Информация о переведенных пассажирах. Также отсутствует, что снижает, в том числе, и антитеррористическую защищенность граждан. Мы знаем все эти площадки, никаких действий нет. И город должен смотреть, и администрации Казани, администрации Щелнов. У них цель одна – заработать больше денег. На совместном заседании Кабмина и МВД сегодня озвучили динамика сокращения аварий. В Татарстане сохраняется последние пять лет. Тем не менее, в каждом третьем районе рост погибших на дорогах. Второй год в зоне риска Тюличинский район. В Нурладском проблемы с перевозкой детей. Главу вызвали отчитаться, почему из 28 школьных автобусов только два оборудованы тахографом. По финансовой существующей проблеме вопрос не решен. А все голонасы и контроль за передвижением осуществляется. И все штатные водители в штате. Без этого прибора автобус вообще эксплуатироваться не должен. Там гащи принимаются, мы исправим положение. Понятно, исправитесь. Куда вы денетесь, не исправитесь. Мы вас сюда не хвалить пригласили. Не хвалить пригласили министра транспорта республики. Доклад об успехах министерства прервал Рустам Миниханов. Мы должны сегодня тебя сильно ругать. Ты вот хорошие эти картинки показал. Как мы будем устранять эту тему? В каких районах у нас эта проблема? Где у нас понимания нет? Значит, 200 автобусов проезжает, дорога не соответствует требованию. Что, у нас маленькие программы, что ли? В этом году на дорогах Татарстана погибли 393 человека. Дети становятся участниками каждого восьмого ДТП с пострадавшими. Безопасность дорожного движения – это комплексная задача, не раз отмечал президент страны. Поэтому ГИБДД, Минтранс и МВД обязаны не только фиксировать нарушения, но и на деле заниматься организацией безопасного движения. Анна Городнова, Лжат Мухаммедов, ТНВ, Казань. В Казани закроют существующие газораспределительные станции. Вместо них сегодня в Пестричинском районе открыли новую, Богородской мощной станции – более 5 миллиардов кубометров газа в год. Это позволит бесперебойно обеспечивать столицу голубым топливом в ближайшие 50 лет. Как газификация республики приближается к 100-процентной отметке и как это расширяет границы застройки, узнал Салават Мухаммадулин. Запуск РС выполнен. Так нажатием сенсорной кнопки Казань обеспечила себя газом на ближайшие полвека. Но в первую очередь Богородское голубое топливо пришло сегодня в Гильдеево. До этого газ здесь был только в старой части поселка. На этой стороне полностью население обеспечено было газом, а новостройки пока не было, потому что подстанция не осиливает. С газом, конечно, хорошо будет. Без газа вообще же ничего не сделаешь. Мощность Богородской ГРС больше 5 миллиардов кубометров в год. Это самая крупная газораспределительная станция в Поволжье. Газа будет хватать для решения всех и социальных проблем. Вот сегодня благодаря этому проекту уже жилищное строительство в одном микрорайоне уже решается. Огромные у нас были запросы в части реализации проектов в Казани. Все эти вопросы сегодня решены. Богородская ГРС это не только увеличение объемов, но и безопасность. Станция работает на пустыре за городом. С завершением реконструкции газопровода Казань-Минибаева она заменит уже свой устаревший аналог в поселке Вознесение. Опасный объект будет ликвидирован, что позволит расширить границы застройки столицы. Стоимость всего инвестиционного проекта больше 12 миллиардов рублей. Бесперебойная газификация, стратегическая задача поставленная руководством страны. Работая над ней, Газпром синхронизирует действия с региональными властями. При этом цены на газ не должны вскочить. Регулируется фасом, вы прекрасно понимаете. Они как устанавливают по всей России, и так и она работает. Мы не имеем права его менять, поэтому это государственное регулирование. В рамках реконструкции газопровода Минибаева-Казань планируется открыть подобные ГРС Чернякова и Сокуре. Слават Махмадуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Пестричинский район. Развитие энергетического блока – стратегическая задача от руководства страны. Так совпало, что сегодня и в Лаишево открыли нефтеперекачивающую станцию. Это часть большого федерального проекта «Север». Что это дает республике, узнала Лина Зинатулина. Одна команда и сразу два запуска. На видеосвязи со станцией «Ковали-1», объект «Михайловка-1». Новые продукты перекачивающие станции в Лаишевском и Чистопольском районах должны увеличить объемы перекачки дизельного топлива в направлении порта «Приморск» с 16 до 25 миллионов тонн в год. Наша республика, она нефтяная, нефтеперерабатывающая. И, конечно же, доступ к порту наших продуктов сегодня открыт. Реализация данных проектов – это не только увеличение пропускной способности магистральных трубопроводов, но это и создание новых рабочих мест для республики, это и увеличение налогооблагаемой базы и поступление налогов в бюджет республики. Развитие энергетического кластера – одна из стратегических инициатив президента Владимира Путина. Новые станции в Татарстане – часть большого федерального проекта «Север-25». Они повысят мощности нефтепереработки всей страны и, конечно, помогут и развитию республики. Лина Зинатульна, Александр Лобанов, ТНВ «Лаишевский район». Год крупными сделками завершает экономический блок. Сегодня в Мюнхене между компанией «Таиф» и «Сименс» подписан контракт на строительство электростанции для Нижнекамскнефтехима. Проект включает проектирование, строительство, поставку оборудования и пусконаладку. Это требование времени. С учетом ежегодного роста электропотребления и расширения производства, станция компании крайне необходима. Новый энергообъект должен заработать в мае 2021 года. Надеюсь, что наше сотрудничество будет активно развиваться и впредь. Будем признателен за вашу поддержку этого и других совместных проектов. Сегодня же топ-менеджеры группы компании «Таиф» встретились с руководством немецкого Deutsche Bank. Переговоры велись давно. Сегодня удалось достичь предварительных договоренностей. «Таиф» планирует привлечь крупнейший иностранный банк для финансирования своих новых проектов в развитии нефтепереработки и нефтехимии республики. Это итальянный проект. Поставщик – это немецкая компания «Линда». Это проект называется «ЕП-600». Контроль за качеством вырастет. Сегодня законодатели в Москве говорили о необходимости уже статичный контроль качества лекарств в России. К обсуждению привлекли и регионы. В Государственной Думе состоялся итоговый совет законодателей страны. Все подробности у Дины Газалеевой. Бюджетная политика регионов сегодня стала главной темой итогового заседания Совета законодателей в Государственной Думе. И для предновогоднего настроения еще раз объявили – успешным субъектам будут даваться дополнительные субсидии за активность. Новогодний денежный подарок. Размер гранта 20 миллиардов рублей для 40 регионов достанется и Татарстану, который входит в тройку лидеров субъектов по темпам социально-экономического развития. Вопросы по финансовой линии сегодня региональные законодатели поднимали активно. Нам бы очень хотелось, чтобы бюджетное стимулирование вот таких активно развивающихся субъектов было поддержано и в межбюджетных отношениях, с тем, чтобы мы могли и дальше заинтересовать товаропроизводителей, предпринимателей, малый и средний бизнес. Сама встреча депутатов страны сегодня прошла в новом формате в виде форума. Одна из тем – недоброкачественные лекарства, их лицензирование и реализация. В этой сфере законодателям в будущем году предстоит большая работа. Регионалов попросили проявить активность. Нельзя законодательство наше строить таким образом, чтобы все регулировалось из Москвы, рано для всех регионов. У нас есть региональные парламенты, которые в сфере своих полномочий вполне могут принимать законы, соответствующие интересам регионов. О международных перспективах говорили сегодня в рамках рабочей комиссии по международным делам, которые возглавляет Фарид Мухаммедшин. А отвечая на вопросы журналистов, в целом о планах на грядущий год, спикер республиканского парламента подчеркнул, что в Татарстане намерены вернуться к вопросу усложнения в России процедуры развода. Федеральный законодатель инициативу Татарстана пока отклонил. После внесения правок татарстанцы намерены продолжить борьбу за крепкие семьи. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Больше 4 миллиардов рублей дополнительно выделят из бюджета страны на уход за тяжело больными людьми. Это решение огласил сегодня Владимир Путин во время вручения госнаград за выдающиеся достижения правозащитной и благотворительной деятельности. Лауреатом стал и Владимир Вавилов. Он сейчас руководит в Казани фондом имени своей дочери Анжелы Вавиловой. Он инициатор создания первого детского хосписа и фонда поддержки людей с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями. В память о своей маленькой дочери и ради помощи другим людям он сделал все, чтобы в Казани появился хоспис, который принимает и взрослых, и детей, где они всегда окружены любовью и заботой родных и близких. Итальянцы в России, в Альметьевске, на базе медико-санитарной части ТАТНЕФТ, прошел мастер-класс участием зарубежных экспертов по гибридным технологиям в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, гибридная ревоскулиризация коронарных артерий. Это часть трехлетней программы обучения татарстанских медиков по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по мировым стандартам. Перенять опыт итальянских коллег приехали более 30 специалистов в области кардиохирургии из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Помимо лекций, дискуссий и круглых столов прошли показательные операции экспертов из Италии. 19 декабря прошлого года, благодаря поддержке компании ТАТНЕФТ, мы открыли самую современную гибридную операционную в Приворском федеральном округе. А это значит, что технологии становятся минимально инвазивными, менее травматичными и расширяется спектр больных, спектр заболеваний, при которых мы можем проводить самую современную операцию. Проекты, которые делают жизнь татарстанцев лучше, сегодня в Казани состоялось заседание регионального совета партии «Единая Россия». Его участники рассказали о том, как работали проекты «Единороссов» в течение года и чем конкретно помогли жителям республики. Татарстанское отделение «Единая Россия» одновременно реализовывает больше двух десятков таких проектов. Среди них образование, социальная адаптация для людей с ограниченными возможностями, поддержка пенсионеров, медицина и другие направления. Из 26 проектов останутся 14, 7 из них будет опорных проектов с финансированием и 7 фоновых. И я думаю, что нас не должно обижать вот это название само, что это фоновые будут, потому что создание информационно насыщенной партийной среды в обществе это было вот тоже одной из такой составляющих всех этих партийных проектов. Защита предпринимателей – дело рук не только предпринимателей. Сегодня в Челнах прошел второй открытый форум прокуратуры республики по вопросам защиты прав бизнеса. Прокуроры, представители надзорных органов, предприниматели и эксперты вместе искали пути решения проблем административного давления на бизнес. Уже сегодня презентовали новый проект – интернет-журнал «Проверенный бизнес». Количество проверок за последние три года сократилось в республике в два раза. Но вопрос эффективного взаимодействия остается. Нам предстоит, во-первых, перестать, ну честно говоря, шельмовать контролеров, представлять их врагами силу светлого, прогрессивного, уходить от примитивного подхода, что нет проверок – это замечательно. Пока существуют правила, установленные государством, будут соответствовать и органы, которые будут наблюдать, соблюдение этих правил, проверять, пресекать нарушения и наказывать виновных. Спасти экономику республики смогут мигранты. Сокращается число трудоспособного населения, но на смену придут готовые жить и работать в Татарстане переселенцы. Им помогут адаптироваться. Об этом говорили сегодня на пресс-конференции представители Минсоцзащиты и Миграционной службы. За год в республику приехало 250 тысяч мигрантов. Узбекистан первый в рейтинге. Кроме этого, на историческую родину возвращаются и из дальнего зарубежья – Германии, Франции, Америки, таких более 30 тысяч. Для таких есть программа поддержки соотечественников. И еще тысячи мигрантов готовы помочь уникальная для России обучающая программа «Мигрант-хелп» – культурный и юридический ликбез на семи языках мира. Это была добрая воля Минсоцзащиты, которая считала, что действительно на сегодняшний день такой курс необходим. Это такой интруктаж для всех приезжающих мигрантов, которые получают патент, где мы кратко говорим о том, что необходимо. Причем говорим в простой форме, на языке мигранта, используя видеопособия, скажем так, анимационные. Татарстанский спорт вне политики. Наш регион – один из немногих, кому удалось сохранить свой чистый статус на международной арене. В Казани сегодня подвели итоги спортивного года и наградили лучших. Спортсменом года признали велосипедиста Ильнура Закалина – многократного победителя престижных международных стартов. Среди девушек победительницей стала фигуристка Евгения Тарасова. Единогласным решением лучшим клубом признали «Зенит». Есть у Татарстана и победы в проведении самых крупных мировых соревнований. В Будапеште наш регион признали хозяином чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 году. Победители номинации получили награды из рук Федора Емельяненко, Шамиля Торпищева, Елены Вяльбы и других звезд мирового спорта. Гонщики, допустим, когда я лидирую, говорят там, допустим, «Россия», и потом уже говорят «Татарстан». И мне после этого очень отрадно и радостно. И я горжусь тем, что я тут живу и признан чемпионом. Палки в руки и пошли. Накануне в Болгаре открылась первая модульная лыжная база Спасского района. Ее строительство реализовалось по президентской программе. Новый спортивный объект будет работать 6 дней в неделю с утра до позднего вечера. Всего в этом году в Татарстане построили 11 таких лыжных баз. Почему вот здесь построили? Потому что всегда вот здесь, вы видите, здесь озеро Рябега, это святое место. Здесь всегда у нас лыжня была. Мы, значит, уже его облагодарили по программе президента. Там сделали, значит, освещение. Здесь и в лесу, значит, лыжные трапы сделаны, ходы. Поэтому вот мы построили именно здесь, около Олимпа. Снежные барсы теперь будут жить в татарстанских лесах. В будущем году в Волжско-Камском заповеднике откроют специальный питомник. Здесь возведут крытые, открытые вольеры и создадут привычные для хищников условия. На месте будущего центра побывал телеведущий и натуралист Николай Дроздов. Что он думает по поводу татарстанской инициативы, узнал Сергей Хайдаров. Мы снимали, как они ловят это. Известный натуралист и легендарный телеведущий рассказывает о первой встрече с снежным барсом. В карьере Николая Дроздова их было немало. И вот он на месте будущего центра по разведению диких животных. Встретил его представитель кошачьих. Барс будет не только на Гербе, но и в лесах республики. Хотя они непривычные для хищника места обитания, признается натуралист. Снежный барс, кажется, живет в горных условиях, на скалах. Там и леса практически нет, а здесь лесной участок. Конечно, условия несколько иные, но может быть в этих условиях даже легче будет выращивать малышей. То есть это не заставляет их испытывать экстремальные условия. Первые снежные барсы в Лаишевском лесу появятся уже в будущем году. Вольеры для этих животных будут стоять ровно на этом месте. И по словам специалистов, здесь создадут привычные для этих животных условия. Именно поэтому вот этот вот лесной пригорок совсем скоро сменит скалистая гора. Для снежных барсов выбрали Волжско-Камский заповедник в Лаишевском районе. Он вдалеке от шумных дорог и назойливых людей. Именно здесь, вот на этом участке, с этим рельефом, с этими условиями, центр по разведению барсов создан быть может. Проект будущего центра в разработке. Открыть планируют в 2018 году. Предварительная стоимость почти 300 миллионов рублей. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Лаишевский район. Подробности завтрашней погоды в продолжении выпуска. Я же прощаюсь с вами. До завтра. Всего вам доброго. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачная, высокая, средняя, рыночная. Но если вы ищите низкую ставку, запишите. Выгодная. Банкаверс. Доступная ипотека здесь. Салон кожей меха Мехополис. Широкий размерный ряд, беспроцентная рассрочка, приятные подарки. Шубы, дубленки и пухвики для мужчин и женщин. Стильные версии для молодежи. 20 по 26 ноября черные недели. Скидки до 70%. XL, третий этаж. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я в фильме. А из финского у меня квартира от компании Юйти. Последние 17 дней 2017 года скидка 17%. Первые 18 дней 2018 года скидка 18%. В детской стоматологии Эксклюзив Дент. Деревенское мясо птицы и субпродукты Васинова Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Все пропало, сок творожки закончились. Нужно быстро все купить. Выбираю пятерочку. Шоколад Милка в ассортименте. По 54 рубля 90 копеек. Хорошо, когда нужное рядом. Пятерочка выручает! Приглашаем на детские новогодние елки в Корстон. Подробности 279-32-22. 0+. Инновации для будущего. 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. Лучшие из лучших. 24 декабря в 14.00 на ТНВ. Здравствуйте! В начале выпуска интересная информация. Шкаф-купе по вашим размерам быстро и качественно. 3D-проект шкафа. Доставка и установка бесплатно. Только в декабре назовите пароль ДМ-мебель и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23. Телефон 2-167-166. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от Банка Восточный. Спонсор выпуска Банк Восточный. Всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит с праздничной ставкой 12% годовых. Вас ждут по адресам. Город Казань, улица Тазигизата, 15. Пушкина, 54. И Зорья, 11-Б. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ожидается переменная облачность 10 градусов мороза. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачные погоды с прояснениями и минус 11. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске без осадков и 11 градусов ниже нуля. На северо-западе в Арске, Кукмаре, Балтасе облачная погода, но без осадков, минус 9. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Држаном местами возможен небольшой снег, а синоптики обещают 8 градусов мороза. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши переменная облачность и без осадков, минус 10. В последующие дни сохранится такая же морозная погода. Внимание! В Казани открылся второй автоцентр «Луидор». Успейте купить автомобиль «ГАЗ» по старой цене. Вас ждут по адресу город Казань, улица Гашика, дом 7. Звоните по телефону 202-38-88. «ГАЗ Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях 0% первоначальный взнос. Ваш газ на Гашика у нас. Автоцентр «ГАЗ Луидор», Казань. Улица Гашика, 7, Сибирский тракт, 59, 202-38-88. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмарой» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмарой». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой и тлостостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. В Казани ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха – минус 7, минус 9. Ветер южный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 81%. И еще одна интересная информация. Спонсор прогноза погоды – ООО «Акбарснедвижимость». В ООО «Акбарснедвижимость» квартиры в популярных жилых комплексах Казани с выгодой до полумиллиона рублей. Дополнительная информация по телефону 295-77-77 или на сайте akbarsdefisdom.ru Распродажа года в «Акбарснедвижимость». Скидка на квартиры от полумиллиона. Звоните прямо сейчас. 295-77-77. Такие цены только раз в году. «Акбарснедвижимость» Продолжение следует...